здравствуйте дорогие подруги и друзья сегодня с вами юлия галямина я с вами разговариваю из москвы и сегодня мы с вами будем говорить о предстоящих марте президентских выборах ну некоторые считают что это не выборы некоторые считают что это нечестные выборы в общем сегодня мы все это обсудим я рада всех видеть к сожалению максим резник который должен был сегодня с нами тоже участвовать в этом стриме заболел вот прям резко написал за полчаса до стрима что у него высоченная температура поэтому мы не будем мучить максима а давайте попробуем заменить его пожалуйста пишите сами что вы думаете по поводу предстоящих выборов стратегии которые мы должны придерживаться что вообще нужно делать на этих выборах и мы будем с вами это обсуждать я буду читать ваши комментарии ставьте лайки делитесь этим стримом чтобы другие люди тоже могли к нему присоединиться и кроме того у нас будет очень 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 много гостей все они будут из россии по нашим временем это не так уж часто бывает да что люди которые выступают на ютюбе все живут в россии они уехали куда-то за ее пределы я хотела с вами обсудить для начала мы собственно говоря что мы должны с вами делать на этих выборах но перед тем как это мы начнем обсуждать обсудим давайте несколько свежих новостей которые у нас появились в связи со предвыборными процессами которые уже активно в обществе начались ну первое что у нас было это то что кадыров предложил нам вообще отменить выбор да это конечно интересная информация потому что очевидно что выбор отменять не будут но решили бросить эту историю и посмотреть как будет реагировать общество ну на мое впечатление общество не отреагировало никак и это ну как бы не то чтобы очень хороший знак на потому что понятно что на данный момент общество еще пока выборами не очень-то интересуется но я уверена что это изменится ситуация и чем ближе будут выборы тем больше люди будут этим интересоваться и наша с вами задача людей которые хотят эти выборы все-таки использовать для чего-то позитивно для позитивно для позитивных изменений в нашей стране за наша задача этот интерес подогревать зачем почему они все равно эти выборы все-таки проводят несмотря ни на что дело в том что понятно что есть такое понятие легитимности и власть принадлежит какому-то человеку или группе людей только если другие люди считают что это власть легитимно в его руках находится и если легитимность нет то и подчинения никакого нет и власти нет откуда берется легитимность ну есть много теорий легитимности которые мы с вами наверное все многие уже слышали даже это такая популярная тема ну и вот та легитимность которая есть у путина это легитимность имитационно-электоральная да то есть это не настоящая электоральная легитимность люди не по-настоящему нельзя сказать что если были честные свободные выборы в нашей стране то на них бы победил путин как утверждают некоторые даже наши оппозиционеры думая что вот все граждане в россии поддерживают путина что с чем я в общем не очень согласна вот но это имитационная электоральная процедура потому что на нее не допускают всех кто хоть хотел бы да людей которые могли бы претендовать на пост президента сажают или заводят уголовные дела или там объявляют иноагентами не понятно что сейчас если кто-то будет выдвигаться их тоже вряд ли будут допускать будет нечестная агитация и главное будет ну наблюдатели не пускают григория микальянс сейчас опять продлили ему срок ареста я недавно была на этом заседании и понятно что другие признаки того что выбор нечестные но и сам главный будет подсчет скорее всего не очень честный тем не менее эти процедуры проводят потому что должна быть хотя бы виденность того что есть народная поддержка и всячески создается вот это ощущение того что вот большинство людей проголосуют за путина ну и и бюрократия должна видеть что аппараты что путин и его окружение способны добиться того чтобы эта цифра появилась на экранах это цифра была признана поэтому конечно эта процедура будет проводиться ее никто не отменит но однако она будет конечно как я уже сказал нечестный если она будет нечестный то возникает сразу вопрос а зачем нам вообще во всем этом участвовать зачем нам во всем этом участвовать я у меня тут какой-то лишний звуки сейчас я их уберу вот и мы продолжим вот и а мы с вами ну как вот мой первый вопрос да как вы думаете зачем нам участвовать в этой процедуре признавая ее нечестной несправедливой не отражающие реальные воли изъявления граждан я мы сейчас сегодня уже понимаем что может быть разные ответы на этот вопрос некоторые люди говорят ну окей мы в этом участвуем для того чтобы победить путина на этих выборах это это последний шанс все изменится ну это был бы очень классно если бы такое можно было бы всем представить но к сожалению ситуация сейчас таково что представить такое но это вот у этого не очень большой вариант вероятность такого исхода не очень большая тогда зачем туда идти ну у этого возникают можно дать другие ответы например первый это то что если реальное количество людей будет достаточно много то это произведет впечатление прежде всего это произведет впечатление на других граждан россии и на элиты на бюрократию а бюрократии очень важно понимать какова реальная ситуация насколько реально путина поддерживают кроме того это способ выразить свою позицию и для многих людей будет важно увидеть что они не одни что есть много людей которые понимают что нынешние власти что путин заводит страну в тупик уже завел ее в тупик да идет деградация нет никакого развития нет никакой стабильности который нам изначально путин обещал и под каким розунгом он пришел к власти что самое ужасное что скорее всего после того как пройдут эти выборы будет закручивание гаек будет мобилизация объявлена будет срезаны еще и другие статьи со социальных расходов и будет увеличен военный бюджет это все последствия и люди многие эти последствия понимают и они должны увидеть то что они не одни это понимают что таких людей много это очень позитивно складывается на развитие гражданского общества на политической ситуации в нашей стране кроме того это важное зачем еще мы можем пойти на эти выборы а это разговор с людьми неизбежная политизация в период время выборов которые хочешь не хочешь будут они замалчивать эти выборы или нет она все равно произойдет и в этот период возможно говорить с людьми о том что мы люди которые не согласны с политикой путина думаем это хороший повод поговорить с людьми любые выборы это хороший повод поговорить с любими даже местные я много раз участвовала в местных выборах и как кандидат и как не кандидат и каждый раз это давало возможность нам хорошо просто поговорить с людьми зайти к соседям зайти к людям которых мы агитировали и сказать вот смотрите у нас будут выборы давайте с вами поговорим нам пишет вот человек по имени лак опять идти расстраиваться смотрите расстраиваются люди в случае если они чего-то очень сильно ожидают да ну вот вы ждете чего-то великого большого а потом раз этого не происходит нам не стоит ждать какого-то очень конкретного результата здесь и сейчас этих выборов скорее всего но мы можем поставить все такие планки которые мы можем достичь и тогда эти планки нам дадут возможность не расстраиваться и в принципе это как бы такая философия жизни наверное которой я придерживаюсь который позволяет мне не расстраиваться все это время потому что если бы я вот каждый раз расстраивалась от видимых неудач то последнее время довольно много неудач сначала меня сняли выборов потом завели на меня уголовное дело потом удалились депутатов потом выгнали из университета где я работаю в общем это все если посмотреть со стороны сплошные неудачи и если бы эти сплошные я бы из-за них расстраивалась то наверное я бы сейчас здесь с вами не сидела просто ходила такая вся расстроенная где-нибудь а или вообще бы уехала бы страны но на самом деле надо по-другому смотреть на жизнь важен путь который в ту сторону в какую ты идешь а эти этот путь это твоя миссия это те ценности которые ты выбираешь и продвижение любое даже маленькое продвижение на этом пути это уже удача это уже успех это уже достижение знаете как говорят йоги если ты не можешь двигаться в сторону солнца хотя бы ля головой в сторону солнца а мы с вами можем двигаться потому что и использовать эти выборы в том нужном направлении которое для нас важно а что для нас важно что нам могут дать эти выборы да мы с вами уже сказали ну и самое главное если с точки зрения ценности говорить они такое чистого политического прагматизма нам это может дать продвижение в идее участия и ответственности граждан за свою страну проблема вот моя я все время про это говорю моя основная идея что те все те проблемы с которыми сейчас столкнулись и экономические все эти вещи и мобилизация и политические преследования это все следствие авторитаризма авторитаризм является следствием нашего с вами пассивного отношения не безответственного отношения к нашему нашим гражданским обязанностям так тому что мы граждане к нашему малой родине к нашим регионам и к нашему стране в целом и понятно это пассивность очень объяснимо людям некогда было заниматься они пытались выжить потом они пытались как бы сделать свою жизнь лучше и в какой-то момент люди же поняли что нужно активно участвовать когда люди начали это понимать в 10 году в 11 12 начались уже репрессии начались такие действия которые очень сильно пугали людей от участия вот и мы с вами все это понимаем природу этого не участия но тем не менее это не значит что мы должны сказать окей но так получилось и все мы должны менять ситуацию и то что будет марте иногда мне хочется не не хочется называть это выборами это такая условная выбора эта процедура она позволит нам продвинуться в этом в этой ценности ценности гражданского политического участия вот значит вот он там павел пишет о целях вот о стратегиях о тактиках мы с вами поговорим чуть чуть попозже давайте а сейчас мы с вами поговорим о целях вот нам павел пишет единственный выход из этого положения это объединение всех созидательных вот мне очень нравится слово созидательный потому что созидание да даже если это протест это все равно созидание потому что мы хотим созидать что-то лучшее для нашей страны лучше это значит мирное это значит человечное это значит демократичное это значит процветающие я наверное павел согласитесь со мной что я как я считаю то как я описала созидание надеюсь вот напишите как вы согласны со мной или нет или добавьте что-то к моему описанию и вот что говорит пишет павел первая цель чтобы путин проиграла вторая если первое не сработает показать что выборы прошли нелегитимно смотрите ну надежда на то что путин проиграет ну давайте не будем делать себе правды таких вот завышенных ожиданий потому что после завышенных ожиданий всегда наступает разочарование а у нас с вами извините кроме марта 24 года еще большая жизнь впереди большой путь у нас есть это не последний шанс шансы не кончаются до тех пор пока мы живы пока вот каждый из нас жив у него всегда есть шанс не всегда есть выбор чтобы не происходило вокруг а вторая цель чтобы показать что выборы прошли нелегитимно это конечно важная тема но по моему мне кажется что более-менее это уже все понимают и в нашей стране и уже заранее об этом объявлено было пассе по моему да что они это не признают легитимными выборами поэтому самое главное все таки цель она ориентируется не на нелегитимность как бы процедуры а на участие людей на том чтобы использовать этот инструмент для агитации людей изменения их в отношении к происходящему вот что очень важно так так вот смотрите тут дальше еще вопросы про разные тактики и разные стратегии у нас очень много будет еще возможности про это поговорить поэтому давайте еще немножко вернемся к обсуждению последних новостей последние еще новости появились то что у нас есть уже заявка на кандидатов борис надеждин заявил что он хочет баллотироваться при этом как бы там такая была интересная ситуация что об этом сначала объявили сми и заявив что борис надеждин является кандидатом от администрации президента сам борис надеждин опроверг эту информацию сказал что да он собирался идти на выборы но ни с какой администрации президента он не связан надо заметить что борис надеждин это еще человек такой уже с опытом большим политическим и в этом году он пытался обратиться в губернаторе московской области и у него не получилось пройти муниципальный фильтр поскольку ну как вы понимаете это практически невозможно так устроена наша устроена наша система что человек который не согласован с нынешней вертикалью власти не способен пройти муниципальный фильтр на региональных выборах на выборах главы региона соответственно борис борисович я бы не считала что он является как бы таким согласованным кандидатом с администрации президента но зачем-то этот врос сделали зачем мы с вами не знаем и наверное это опять очередная какая-то проверка реакции общества а другой кандидат который у нас потенциально возник в медийном пространстве это григорий явлинский это будет его четвертое участие в выборах насколько я понимаю и все предыдущие три пошли неуспешно но вы тоже про это знаете в принципе я всегда за упорство упорство это крутая штука есть такие мемы в интернете да которые говорят что вот там не знаю дисней что-то там сто пятьсот раз предлагал свою идею разным меценатам они все отвергали и вот на какой-то там тысячный раз удалось и вот что получилось таких историй очень много но с григорием алексеевича мне кажется ситуация немножко другая а григорий алексеевич все-таки уже такой большой ветеран политики что думать что вот как бы сам по себе он как кандидат мог бы быть интересен значительному количеству людей не приходится да яблоко получил достаточно много голосов на местных выборах в екатеринбурге в великом новгороде в этом году там было до 10 процентов однако это место однако это местные выборы и это в этих местных выборах там своя повестка тем не менее григорий алексеевич может претендовать на звание на звание единого кандидата которым нам тут вот пишет андрей да иди он был бы мощно если был единый кандидат но нужен абсолютно тефроновый и неподдравляемый при этом с характером ну вот как бы прекрасно не знаю насчет характера григорий алексеевич какая какой ну может быть для андрея явлинский подошел качестве единого кандидата мы можем это обсуждать давайте обсуждать ваше отношение к надеждину к явлинскому как потенциальным кандидатом на выборах ну и последняя новость которую хотелось бы обсудить это это новость о том что алексей навальный который признан к сожалению нас экстремистом выпустил свою анкету и люди на нее начали отвечать честно говоря это как бы классная штука мне нравится что что как бы интересуется мнением людей потому что вот я прям тоже за это я поэтому вас тоже прошу очень сильно пишите свое мнение пишите в комментариях пишите в соцсетях вообще объединяйтесь группы обменивайтесь мнением относительно того как можно действовать на этих выборах но на мой взгляд здесь есть в этой анкете проблемы во первых она ну многие побоятся ее заполнять многие побоятся ее репостить потому что ну понимаете что что связано сейчас с этим именем достаточно опасный объективно опасно к сожалению вот а второе это то что она составлена несколько несколько ну я бы не хотел сказать манипулятивно да но элементы какого-то не закрытости такой навязчивых вопросов все-таки присутствуют и наверное прикольно было бы если бы люди свои какие-то опросники анкетирования в своих каких-то районных чатах проводили и получали бы свои позиции мнение людей вообще очень интересно как ваше окружение как люди вокруг вас ваши знакомые друзья родственники сослуживцы вообще любые знакомые как они относятся к предстоящим выборах какое их мнение да а к нам между прочим тем временем подключился павел сычев который подключился к нам из воронежа надеюсь что он сейчас выйдет в эфир ваш привет ты меня видишь слышишь павел мне кажется не слышит совсем я не слышит сейчас мы наверняка картинки нет но слышим и голос голосом и тоже не слышно посмотри полюбуйтесь пока на паш пока наша техническая служба пробует что-нибудь сделать вот слышишь но хорошо я думаю что ты меня не очень видишь но хорошо что меня слышишь нас и сожалению максим резник сегодня заболел у него высоченной температуры нам очень жаль вот поэтому мы сегодня я с тобой одна разговариваю но тем не менее павел привет а павел сычев это активиста из-за воронежа автор такого очень популярного телеграм-канала диссиденты который я тоже любил почитывать довольно резкий такой канал мне конечно с моей мягкой силой это немножко кажется рисковатым но тем не менее так что подписывайтесь на канал павла и павел очень давно уже топит за какую-то стратегию в этих на этих выборах скажи пожалуйста паша как вообще воронеже относится к предстоящим выборам вы еще не уясняли это в своих теле в своих опросах да и привет привет всем зрителям канала и для начала пользуясь случаем хотел бы пожелать максиму резнику здоровья чтобы он выздоравливал болеть сейчас никак нельзя и максим нужен всем оппозиционным силам в россии а в воронеже ну у нас в воронеже всегда была такая апатичная достаточно публика у нас низкие показатели всегда были явки на выборах но в целом исходя из моих вот знакомых друзей исходя из тех кто в нашей команде с кем работаем с кем мы занимаемся оппозиционной деятельностью все как бы будут участвовать потому что это шанс это шанс на гражданский протест это шанс то чтобы показать что мы есть что есть те кто против путина есть те кто недовольны поэтому мы будем участвовать любом случае но воронеж это город крайне крайне апатичные ко всей политической движущей а как ты думаешь есть какой-то шанс его раскачать ну вот таких людей которые политично сегодня как-то их объяснить им что в этот раз на выборах стоит прийти потому что ну вот какие то аргументы для этого привести ну это будет сложная задача потому что любой нас понимает что шансов на этих выборах их не то чтобы немного их как бы сказать практически нет и что выборы оппозиции будут использоваться я думаю нужно быть честным и сторонник честности с аудиторией и считаю что мы должны быть честными с своими подписчиками сторонниками и зрителями и говорить правда как есть что эти выборы оппозиция будет использовать исключительно для создания такого гражданского протеста что на самом деле мало кто верит кроме максима каца наверное если он искренне в своей позиции мало кто верит что путин может уйти после такой демократической процедуры как выборы поэтому раскачать будет сложно но любая раскачка она заключается прежде всего в том что людям нужна надежда людям нужна четкая цель они должны понимать зачем это происходит они должны понимать как те или иные действия в том числе их собственные будут приводить к тем или иным последствиям когда люди это понимают то танцы будут то есть мы должны поставить перед не только оппозиционными силами но и перед нашими аудиториями перед вообще гражданами нашей страны вполне конкретной цели задачи и сказать к чему это приведет к тем-то действиям а какие вот аргументы мы можем привозить говоря с людьми что собственно говоря они что они не так что они должны сделать и почему вот как бы ты ответил на этот вопрос вот подхожу я к тебе такая жительница воронеже из-за спального района там где у вас котенок с улицы лизунова вот и говорю ты мне предлагаешь как-то участвовать в этом в этих выборах а что собственно ты мне предлагаешь и зачем ну все зависит от того являешься ли ты оппозиционным человеком то есть это очень сильно большая разница потому что оппозиционерам им не нужно объяснять что путинизм это зло и куда он мыслящим то есть людям которые являются нашими сторонниками это объяснять не нужно и все прекрасно понимают им нужно дать понимание того зачем им стоит прикина выборы то есть если речь идет про нейтральную какую-то публику если речь идет про политичную публику или речь идет про даже побоистого слова сторонников власти то к ним нужны другие слова другой подход совершенно им нужно объяснять не только почему нужно как раз объяснять не почему важно прийти на выборы а им нужно объяснять куда идет страна то есть показывать куда она идет показывать изменения в отрицательную сторону их уровне жизни то есть это и показывать будущее рисовать образ будущего сейчас очень большая проблема путина и большая проблема властей что они не рисуют образ будущего и мы должны сделать это вместо них и показать разницу в будущем который строит путинская россия и с тем будущим который хотим построить мы и в первую очередь из-за низкого доверия людей к оппозиции то есть обычных простых людей то есть нейтральных или даже сторонников власти то есть нужно показать что оппозиция это не оппозиция народу россии это не оппозиция стране это оппозиция исключительно путинскому режиму что мы на самом деле еще большие патриоты чем тех кто себя так называют что мы любим свою страну и желаем ей добра и процветания вот позиция того что у нас цели совпадают я думаю что и у нас и у тех кто к сожалению по тем или иным причинам поддерживает власть цель-то одинаковая это жить в хорошей прекрасной стране с безопасной процветающей технологиями с рабочими местами с высокими зарплатами и так далее и тому подобное то есть нам нужно такое показать им вот что мы на одной стране да но смотри у тебя жениться не будет скорее всего своего от кандидата или ты вот как какая у тебя какой способ до голосования ты предлагаешь какую стратегию какую тактику для голосования ты хотел бы предложить своим избирателям ну избирателям так сказал своим читателям своей аудитории ну опять изначально были максимально честны и сказали что ни одного кандидата который реально против властей не допустит до выборов то есть не будет ни одного кандидата за которого ну прям можно сказать легкой душой пойти проголосовать и чтобы потом не было мучительно больно и стыдно поэтому это мы прекрасно понимаем что в лучшем случае нас ждет это согласованной администрации президента кандидат аля собчак 2018 года лучше не будет то есть поэтому наша стратегия изначально была портить бюллетень то есть любой голос против путина любой абсолютно то есть за любого другого кандидата если вы считаете что голос за какого-то условного там леонида слуцкого там точнее как он дюганова там например если голоса за них вам потом будет за это стыдно то конечно можно прийти портить бюллетень потому что если вы портите бюллетень это также считается как голос и он учитывается при почете голосов то есть нас наша стратегия основная это показать вот эту возможность что возможность второго тура конечно же это возможность низкая мы это понимаем что они нарисуют любой процент который нужен но вот эта возможность вот это количество испорченных бюллетеней и вот это вот главная цель которая я думаю что будет перед нами превратить выбор и в первую очередь гражданский протест нам показать важно что нас много нам показать важно что путин нелегитимный президент нам показать важно что за путина меньшинство что путина не поддерживает народ россии что народ россия путина устал то есть это даст уже базу для создания критической масса людей в обществе и для ее нарастания то есть я думаю что вот эту цель как превращение выборов в такую форму гражданского протеста отлично девушка пишет нам в комментариях и все пожалуйста тоже пишите вопросы шанна пишет идем голосуем за любого кроме путина как донести эту мысль до всех в россии вот паш как донести эту мысль до всех россии ты имеешь ввиду это не я это если мы да я не знаю что имеют ввиду шанна но видимо имеют ввиду я считаю что нам нужно объединиться для того чтобы донести эту мысль для каждого мы должны объединиться все оппозиционные силы независимости от наших противоречий независимости от наших взглядов левые и правые националисты и так далее и тому подобное то есть вне зависимости от того какие у нас сейчас есть практически объединение у тебя плохо слышно стало критерию что мы вверх наших аудиторий то есть обращение вроде ничего не поменялось сейчас лучше стал лучше обращение к инфлюенсорам у нас большое количество инфлюенсоров которые покинули страну у которых прекрасные большие аудитории которые имеют влияние на своих людей то есть общение с ними с такими как например максим галкин такими как алла пугачева с такими как шовчук большое количество классных музыкантов у которых тоже своя аудитория элизиум например то есть вот сообщение с ними и чтобы они подключались к этой большой компании чтобы они пытались вместе с нами влиять на аудитории доносить мысли ведь у многих из них их аудитория состоит не только из протестного электората не только из тех кто людей которые не поддерживают путина но и большое количество людей которые а политичность которые ее своих которые являются сторонником власти то есть вот через них через наши аудитории объяснять это общаться с людьми общаться с родственниками доносить до них важность участие в голосовании против Путина конечно было бы лучше если бы у нас был кандидат не протестное голосование конечно лучше-бы если у нас был кандидат где можно было бы голосовать «За», но с對елом dias пока не будет Это протестное голосование. Павел, спасибо тебе большое. У нас сейчас зрители смогли заметить половину Николая Ляскина, и это был не глюк. Николай присутствует в нашей студии, поэтому можно даже Павлу сейчас помахать рукой и сказать привет. Коль, привет. Я единственное, что если сейчас вы меня будете выключать, я хотел бы донести мысль, что люди, которые придерживаются либеральных и демократических взглядов, вообще не могут быть против демократических процедур. Это мне очень странно слышать по позиции, что люди, которые одинаковых с нами взглядов, то есть либерально-демократических, при этом выступают против одной из главных демократических процедур. То есть вот этого нужно придерживаться, так быть нельзя. Тем более, что я вижу сторонники бойкота, а никто из них не отвечает на один главный вопрос. То есть никто из них не предлагает альтернативу и не предлагает пути её реализации. Если бы они сказали, что вот у нас мы против выборов, вот у нас есть такая-то стратегия, такие-то шаги, мы предпринимаем для её реализации, но нет, этого мы не видим. Мы просто видим людей, которые говорят, что на выборы ходить не нужно, и на этом всё. То есть больше ничего они делать не будут, кроме того, чтобы призывать людей оставаться дома. Вот с этой точки зрения нам тоже предстоит бороться. Так, мы тут двигаемся с Колей по очереди, потому что нам операторы говорят сдвинуться влево. Так что, наверное, в этом есть какая-то символическая вещь. Паш, спасибо тебе большое за общение, всегда рад тебя видеть, держись там, главное, чтобы не было новых обысков и ничего ужасного. Подписывайтесь все на канал в Телеграме Диссиденты. Привет, Паша. Спасибо, Паша. Привет, Юля. Привет, зрители. Ещё раз здоровья. Да. Хорошо. Все молодцы, все собрались, краем глаза сейчас прям застал ваш разговор с Павлом. Очень интересно, хорошая содержательная дискуссия, очень здорово, спасибо, что пригласили. Да, Коля, спасибо. Мы с тобой тут долго будем, вот прям не отключайтесь. Коля, это на самом деле у нас с Колей есть секретный план для вас, но он не сегодня будет проявлено, но ждите в эфирах, вот, но мы сегодня много времени с тобой пройдём, поэтому про всё поговорим, и Коля человек весёлый, нас сейчас развеселит, поэтому скажи мне, пожалуйста, вот Павел сейчас сказал, что надо голосовать за любого, кроме Путина. Да, и это хорошо, но у нас, я уже слышу следующее. Так, кто-то за бойкот, кто-то за любого... Да, всё-всего доброго, всё, пока. Пока-пока, Паш, ещё раз. Вот, кто-то за любого, кроме Путина, кто-то за бойкот, кто-то за единого кандидата, кто-то хочет выставить очень-очень много кандидатов, кто-то предлагает приходить портить бюллетени, кто-то предлагает приходить и забирать бюллетени, или, я даже слышала такой вариант, брать бюллетень, комкать и кидать членов избирательной комиссии. Что нам с этим всем делать? Как нам это все объединить? Я считаю, что объединить можно просто. Самое главное не бездействовать. Это вообще такой, мне кажется, совет очень важный всем. Потому что если ты ничего не делаешь, как ты говоришь, многие советуют, то ничего и не произойдет, ничего не случится, ничего не изменится. И это важно понимать. Много разных историй сейчас рассказала. Ну, из них какие-то реалистичны, какие-то не очень. Потому что, например, есть суперистория, допустят, любого кандидата, который даст нам направление на наблюдение. Любой. Он будет косой, кривой. Даже когда нам будут все говорить, что он от администрации президента, но этот человек скажет, я раздаю наблюдение на все участки любым. Конечно же, часть этих будут отозваны, всех рекомендаций наблюдательских. Но половина наблюдателей все равно смогут понаблюдать. Это очень важный этап. Будет ли у нас эта возможность? Я не верю в это. Честно скажу, я в это не верю. Скорее всего, у нас этой возможности не будет. То есть у нас ни Явлинского, ни Надеждына не будет? Я думаю, нет. Не даже предложенных Алексею Анатольевичем, кто там, Собчак, Венедиктор. Но Собчак не может по факту у нее во второе гражданство. Я думаю, никого не допустят из тех, на кого мы, общественные, все медийные люди, какие-то их знакомые, могли бы повлиять и сказать, дружище, давай нам направление. Он скажет в администрации, ну я сделаю все, что могу. Там в Хамовниках, где-нибудь на Тимирязевской отзову свои направления. Ну и там в Чечне. А вот где-нибудь, где более-менее у вас будет нормально, направим туда наблюдателей. Даже такого не будет. То есть мне кажется, выборы мэра Москвы, это вот показатель, чему они стремятся. Это опять же мое такое мнение. Второй момент. Вот эти все действия, они очень важны, но не стоит забывать. И мне так кажется, друзья, для себя нельзя ставить такую прям вот жирную галку, то, что вот 18-го числа... 18-го. После выборов. А, 18-го. 18-го числа мы выходим... То есть ровно через сколько-то месяцев, на самом деле, сегодня же тоже у нас 18-й число. Сегодня тоже 18-й. Вот она, магия цифр. Не надо думать о том, что 18-го числа мы проснемся в другой России. Нет. Нет, конечно же. Вот эти выборы, они обязательно, их надо использовать для того, чтобы собраться, поговорить о том, что нам делать, поговорить о том, что мы хотим изменить не только на выборах, не только в президентах, а что мы хотим изменить в стране, у себя рядом, у себя в голове. Вот когда мы поймем, что вообще об этом надо говорить, что это важнейший такой элемент того, что вот этот... Когда все говорили, мы хотим стабильность, 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 вот мы пришли в эпоху застоя в мозгах. Супер стабильность. Сегодня мобилизация, завтра дрон прилетит, послезавтра в школу придет уголовник, это супер. Да, это, к сожалению, вот эта стабильность, которая принес нам путинизм, вот эту стабильность. И поэтому у нас люди какие-то появляются на экране, надеюсь, вы их тоже видели, какие красивые. Вот, и эта стабильность, к этой стабильности нельзя привыкать. Важнейшая задача этой избирательной кампании будет сделать так, чтобы немножко взбудоражить и актив, который, ну давайте, будем честны, немножко подустал и расслабился. И некоторые сказали, ну, наверное, ничего сделать нельзя, и пустили руки. И друзей актива, и семьи актива, и тех, кто прислушиваются к активу. И вот сейчас, может быть, нас немного людей слушат, немного людей смотрят. Но к выборам этих людей будет больше, больше, больше. Разговору о том, а что нам делать, будет все больше, больше, больше. И каждый из спикеров, каким бы он ни был сторонником бойкота, я призываю говорить, что самое главное, что-то делать. Главное прийти, прийти, я посмотрю на твою красивую маечку. Прийти, главное прийти. Ты даже если бойкот, ты приходи. Я тоже думаю, что... Можно не гравцовать, не брать бюллетень. Вот, я считаю, что там можно сделать какое-то такое мероприятие, на котором можно будет прийти и испортить, прийти и проголосовать, прийти и просто заявить о себе, как о человеке, который хочет что-то менять. Вот, сторонники изменений в стране, то есть, тем, кто что-то не нравится сейчас в России, то, что не нравится в путинизме, в путинском курсе, должны иметь возможность как-то высказаться. У меня есть мысли, я не знаю, здесь говорить сейчас об этом, правильно, неправильно, что надо сделать. Нет, ну мы можем про это поговорить, я только сначала процитирую тебе нашего слушателя, который написал в чате. Давай. Его зовут Кальцифер. Я надеюсь, я правильно сделал ударение, если вот слово есть ударение. При этом наша ставка крайне низкая, нужно просто прийти и проголосовать. Мне интересно, какие еще действия предлагаются, кроме пройти и проголосовать. Вот я тебе пас большой такой, жирный, передаю, что можно еще сделать, кроме прийти? Потому что прийти, в самом деле, это несложно. В чем проблема? Вот приходи, а как нам показать, что нас много? Пас простой и самый жирный, нехитрый. Надо взять, прийти на участок в один день и в одно время. И это, мне кажется, настолько простая задача. Вот нам сейчас всем договориться, что, друзья, давайте мы решим, вот что делать конкретно на этом участке. За кого голосовать, что писать в бюллетене, фотографировать его, отсылать, мять его, забирать с собой или писать послания против Путина или писать послания за мир. Это действительно могут быть важные дискуссионные вопросы. Может быть, даже будут призывы за кого-то голосовать, а какой будет не самый людайский кандидат, и будет возможность вывести во второй тур. То есть, кандидат в второй тур. Но самое главное, договориться о том, что сделать это в один день и в одно время. Ну, мое предложение, которое тоже можно будет обсуждать много раз, и это просто сейчас рождается, там буквально 17 в 17. Мы всегда всем нашим сторонникам говорили, приходите всегда в последний день голосования к вечеру. Ну, и наши все сторонники, им легко будет понять, почему это делается. Делать прийти 17 числа в 17.00 на участок, кто не хочет голосовать, если вдруг какие-то такие супер, такие сторонники останутся до 17 марта, которые скажут, не хочу, я бойкотирую. Придите просто и проверьте в амбарных книгах этих, проверьте, не подписался ли кто-то за вас, не получил ли кто-нибудь за вас бумажный бюллетень. И это тоже может быть такой акцией. То есть ты пришел, посмотрел там в 5 часов, Петров Сергей Иванович такой, нет, все, пустая графа. Хорошо, я не буду ничего брать и не буду голосовать, шоу. Но это надо сделать. Сейчас мы еще продолжим это обсуждение, да, то есть приходить всем одно и то же время. Эта идея на самом деле родилась сразу в нескольких головах. Но и заболевший Максим Резник, мы не можем здесь у него лавры отбирать. Он был одним из первых, кто эту идею продвинул. Правда, он предлагал другое время, но мне кажется, это абсолютно все равно. Главное, ну вы можете в комментариях писать, какое время вам кажется более адекватным. Надо сказать, что у Резника это было полдень против Путина. Да, да, да. То есть какое вам время больше нравится, пораньше или попозже? Любите ли поспать в воскресенье или вы готовы встать пораньше ради такого дела? Но это важный момент, да. Важно договориться, чтобы все договорились. Но у нас уже Катя, Катя ждет нас уже. Катя, сейчас мы подключим к Екатерине Дунцову. Вот, Екатерина. Катя, привет. Катя, экс-лишенный полномочий депутат. У нас тут сейчас все депутаты лишены полномочий, к сожалению. Вот, все приличные. Вот, Ржевской городской думы. То есть это Тверская область. Вы знакомы с Катей? Нет, мы с Катей не знакомы. Очень красивая Катя. Я уверен, замечательный депутат. Вот, да. Значит, Екатерина участница Земского съезда и мягкой силы. И мы, как бы, человек, который очень активно интересуется сейчас будущими выборами. И Катя расскажет, Катя, скажи, пожалуйста, какое твое мнение, что надо делать на ближайших выборах? Ну, в смысле, на президентских выборах. Мы их будем так называть. Конечно, в любом случае нельзя бойкотировать. Это определенно. То есть призывы не ходить на выборы и не использовать свое право, которое нам дано. Я вообще, ну, сторонник того, что это, в принципе, отчасти и обязанность. Если мы живем в государстве, да, то и пропагандируем правила, которые должны соблюдаться, то, прежде всего, призывать должны и к соблюдению их в любом случае. Если нужно платить налоги, значит, нужно платить налоги. Если нужно ходить на выборы, значит, нужно ходить на выборы. Это важно для того, чтобы система работала и система, которая, прежде всего, строится снизу. Юля знает, что я тоже сторонник развития местного самоуправления, горизонтальных связей. Если не соблюдать определенные правила, да, не ходить на выборы в частности, то эта система работать просто не будет. Это важно. Да, Кать, спасибо тебе за ответ. Нет, ну, смотри, мы придем на выборы, и там, ну, там же не будет какого-то шикарного, гениального, прекрасного кандидата. Кто знает. Кто знает. То есть ты все-таки веришь, что могут зарегистрировать кого-то хорошего. Я всегда верю, я идеалист. Окей, Катя, это очень здорово, давайте верить. Ну, на самом деле, вот Екатерина правильно говорит, что если много людей будут верить во что-то хорошее и маленькими делами пытаться приблизить это хорошее к реальности, то тогда возможно что-то изменится. Как раз вот к тому, что Екатерина правильно мыслит, что нельзя бездействовать. Если вы во что-то верите, значит, вы что-то должны готовы для этого сделать. И, значит, вы сами приближаете то, во что верите. Очень здорово. Я с тобой про это хочу очень отдельно поговорить, про верить и делать. Это моя любимая тема. Мы сейчас с Катей, когда поговорим, после этого поговорим про это. Катя, скажи, пожалуйста, а вот ты живешь в городе Ржев. Это город, насколько я знаю, там, где, значит, Катерина бросилась в речку, в Волгу, в грозе. Да, это такой очень-очень русский, очень-очень... Ну, не это Катерина, а та, Катерина Островского. Да, очень-очень русский, очень такой прямо прекрасный город, в котором я была, но очень недолго и все еще мечтаю, Катя, приехать подольше. И вот ты общаешься с обычными людьми, которые живут в этом малом городе, потому что, ну, говорят, что малая Россия – это такой самый такой вот оплот путинизма. Вот как у вас там люди вообще относятся к выборам, к Путину, к вообще политике? Ну, я могу сказать, что, как и везде, в принципе, ничего такого особенного нет по сравнению с другими городами. Естественно, что явка на выборах муниципальных очень низкая, никакого интереса к муниципальным именно выборам нет, но когда нужно выбирать президента, то люди приходят, голосуют более активно. Явка достаточно высокая. В принципе, вопросов к избирательной комиссии у нас нет, и таких каких-то жестких споров никогда не было. Я, как журналист телевидения, мы часто снимали репортажи, поэтому я вижу, как работают избирательные комиссии, работают ответственные. В основном люди, понятно, там годами. Это тоже не совсем правильно, что нет сменяемости. И достаточно сложный процесс участия в деятельности избирательной комиссии. И это все усложняется определенной процедурой, и поэтому одни и те же, по сути говоря, там оказываются. Но я считаю, что у нас в Ржаве, по крайней мере, избирательная комиссия работает ответственно в большинстве своем. А люди-то как? Они настроены? За, против? Какое вообще настроение к тому, что происходит? Специальные военные операции, как ее называют? Слушайте, есть разные мнения, и есть определенная усталость, как и у всех, опять же. Усталость от того, что происходит, в принципе, от того, что родные и близкие люди ушли, и непонятно, когда они вернутся, и от того, что они возвращаются в гробах тоже, да, и даже там какая-то память о них, там мемориальные доски, которые, ну, так, дань памяти, да, там, в какой-то степени отдается для родных и близких, это совершенно не та компенсация, которая может быть, естественно. Ну, нет какой-то агрессии пока, ну, пока, по крайней мере, усталость есть, агрессии нет. А можно эту усталость, сейчас, извини, Коля, я все приватизировала разговор с Катей, сейчас ты задашь вопрос, можно эту агрессию, эту усталость перевести в какое-то действие на выборах, в действие про то, чтобы я хочу, я так устал от этого, я хочу что-то новое. Можно, вот, как ты считаешь, есть потенциал этого, чтобы перевести усталость в действие на выборах? Всегда есть потенциал, и, конечно, когда люди увидят, что есть альтернатива, что люди не боятся, то есть, ну, настолько смирились с мыслью, что другой альтернативы просто нет, что перестают, в принципе, доверять системе избирательной, потому что, ну, как это условно, все за нас решено, все за нас уже там придумали, все сделали, зачем нам, в принципе, ходить, зачем нам что-то решать, и так уже все понятно. Когда появится какая-то альтернатива, ну, вот, в частности, сейчас есть такая инициатива, как наш штаб, который призывает активно людей участвовать в выборах и помогать на выборах, и в качестве кандидатов, это вообще, на самом деле, была бы неплохая идея, если бы там порядка десяти альтернативных кандидатов просто бы вышли на выборы, даже пусть с самовыдвижением, это вообще, мне кажется, для людей таким воодушевлением было, и как-то встряхнуло бы, на мой взгляд. Ну, это вообще отличная новость о том, что в регионах люди потенциально готовы. Тяжелая новость в том, что люди готовы из-за печали и горя в основном, потому что и менять готовы люди те, у которых уже все плохо, либо социальные какие-то проблемы, либо как раз проблемы, связанные с тем, что родные и близкие либо уже погибли, либо находятся где-то там в боевых действиях. И вот сейчас у меня, как мне кажется, я не знаю, я тоже много там общался с регионами, много разговаривал с людьми, и все говорят, что если бы была вот такая палка, такая большая, острая палка, которой можно было бы тыкать чиновников, чтобы они хотя бы отвечали, что с мужьями, сыновьями, когда они вернутся, вообще забрать. То есть вот даже это потенциальные сторонники власти или те, кто никак не голосует. Вот это действительно самое большое количество людей, кто никак не голосует. И если им дать либо инструменты, либо возможность спросить, доколе это будет длиться и когда это все изменится, то эти люди непременно этим инструментом воспользуются и будут им пользоваться с таким большим удовольствием. Так это или нет? Я думаю, что в регионах и в маленьких городах жизнь течет в принципе по-другому. И если в большом городе есть возможность получать информацию в большем объеме и быстрее, то в маленьких городах это все очень плавно и вяло текуще. Какой-то активности, ну, есть отдельные люди, их на самом деле проще назвать какими-то там городскими сумасшедшими, ну и как бы забыть, посмеяться и так далее, чем воспринимать их серьезно. И для города, конечно, важно, как в Багдаде, чтобы было все спокойно. Тогда и город будет получать какие-то преференции, там, проекты и так далее. Понятно, что власти не очень интересно, чтобы на уровне города вообще какие-то активности возникали. Но, тем не менее, мы сохранили маленький огонек. Я надеюсь, что он рано или поздно согреет нас своим теплом. Было бы удивительно, если бы власти были бы довольны вашей деятельностью, которая показывает, что это власть жулики, воры, бездельники, и совсем не заботятся о местных жителях. Поэтому, конечно же, у вас хорошая власть. Нет, ну, там Катя всех построила просто в Оржеве. Ладно, это просто такая... Это другая тема про то, что где есть независимые депутаты, даже если один, это там жизнь всегда лучше, чем жизнь там, где нет независимых депутатов. Я тебе 100% гарантию говорю. Вот Темирельский район тебе... И Ржев тебе в это самое... Ну, это отдельная, да, отдельная... А страна, где есть хороший президент, это вообще просто зашибись гораздо лучше, чем такой, как у нас. А лучше женщина-президент. Да, и лучше всего женщина-президент. Это отдельная тема для разговора. Вот, поэтому, Катя, спасибо тебе большое. Значит, твою идею выдвинуть сразу многих людей как еще один альтернативный вариант для стратегии на выборах мы зафиксировали и будем дальше обсуждать. Спасибо тебе огромное. Спасибо большое. Спасибо за то, что такие темы поднимаете. И очень важно, чтобы люди слышали, что эта тема интересует и что она действительно важна и обсуждаема, а не табуирована. Спасибо большое. А нам тут уже хаос, хорошее слово, хаос, пишет. Скажите, пожалуйста, что же делать на избирательном участке? Так я вот говорю. Делайте, что хотите. Делайте, что хотите. Приходите на него в тот день, когда вам будет удобно. А вот те разговоры и споры о том... Подожди, не, 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 это в тот день. Ты что-то какой-то... 17 числа. Нет, я тебе, давай, давай, замолчай, сейчас скажу. Значит, вы можете сделать, выбрать любую стратегию вот из тех, которые есть. Попытаться найти единого кандидата, испортить бюллетень, прогрессовать за любого, даже забрать бюллетень с собой. Главное прийти в одно и то же время со своими соседями, чтобы вас на участке было много. И это одно и то же время не только со своими соседями, а по всей стране это будет одно и то же время. Мы с вами пообсуждаем и решим, в какое время мы все придем. И все люди, которые придут в это время, они своим видом, своим присутствием, своим телом на участке покажут, что эти люди выступают за смену, за изменения. Вот что мы хотим сказать. И это самое простое, самое правильное. А что касаемо вопроса, что делать, ну, друзья, ну это действительно же сейчас нельзя ответить. Ну, вдруг сейчас нам допускают какого-то замечательного кандидата и регистрируют его из такой... Ну, конечно. Ну, я говорю, мы это не верим. Мы говорим, допускают его и говорят, выпускают Яшина из тюрьмы. Алексея Навального выпускают из тюрьмы. Говорят, пусть он попробует теперь, как на выборах в Москве в 2013 году, выиграть у Путина. Тогда, конечно же, у нас нет вопросов, что делать. Я говорю, если есть вопрос в том, что у нас будут там наблюдатели, мы наблюдаем тоже определенным методом, участвуем в выборах. И это как раз мы будем обсуждать все на протяжении... Сейчас у нас что? Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. Пять месяцев еще. Пять месяцев есть на то, чтобы обсудить, смотреть, как будет действовать власть, смотреть, какие водные... Как будут меняться, как будет меняться настроение людей. И от этого будет зависеть то, что делать на участке. Если сейчас сказать, мы все придем на участке, приголосуем за Зюганова, ну тогда что? Власть берет и не пускает Зюганова. Просто не пускает Зюганова в бюллетень. Потому что скажут, ну неужели там их миллионы, миллионы пойдут все за Зюганова. И он победит. Или скажут, мы будем всем надрывать бюллетень или складывать гармошкой. И скажут, вот они завтра выпускают такой указ, все, кто складывает гармошкой, того на 15 суток. Просто там рисовать можно, уносить можно, а гармошкой складывать нельзя. Потому что мы сейчас будем 5 месяцев говорить, складывать гармошкой. А вот закрыть участки в 5 часов вечера они не могут. Да, а вот закрыть участки в 5 часов вечера не могут. Запретить голосовать в последний день голосования они не могут. сделать так, чтобы избиратели, которые прописаны здесь, которые прикреплены к этому избирательному участку, не пришли и не смогли проголосовать, они не могут. Поэтому мы сейчас, как мне, как там Юль кажется, должны бить в то, что точно будет работать, точно безопасно, потому что прийти на участок, не важно, что делать. Просто прийти на участок и своим присутствием показать, что вы есть, запретить никто не может. И как вот сейчас, я не знаю, это не говорилось, говорят, зачем, почему, что там будет дальше. Вот я начал говорить о том, что вряд ли что-то 18 числа кардинально изменится. Но может измениться что-то здесь у вас 18 числа, потому что 17 числа можно не делать ничего, а можно сделать что-то. И когда говорят, мы это делаем для изменения страны, для свержения Путина, для того, чтобы Россия воспряла из пепла. Нет. В первую очередь, вы это делаете для себя. Для себя, чтобы вы знали, что вы не упустили тот маленький-маленький шанс что-то сделать, посмотреть в глаза своих единомышленников и подумать, что вы не одни. Вы не одни у себя в стране, вы не одни у себя в городе, вы не одни у себя в районе. Мне кажется, это очень важно, знать, что ты не один. Это очень проникновенная речь. Спасибо тебе большое. Пожалуйста. Я хотела как раз поговорить немножко о том, о том, что ты должен сделать, да, про веру, толк и желание. Или по-другому, про то, что я могу, что хочу и что должен. Вот есть такая знаменитая фраза, делай, что должен и будет, что будет, да. Мне эта фраза кажется неполной, потому что, когда ты делаешь что-то, что ты должен, но при этом ты не хочешь это делать, а уж тем более, когда ты делаешь, что ты должен, но ты не можешь это сделать, да. Ну, например, я хочу выдвинуть единого кандидата, я должен выдвинуть единого кандидата, но ты не можешь этого сделать. Вот. У тебя все время возникают какие-то страдания, а если ты делаешь то, что ты можешь, должен и хочешь, ты становишься счастливым человеком, ты воплощаешь себя. Поэтому, что мы сейчас должны сделать? Мы должны не молчать, мы должны как бы свою позицию показывать. Это наш долг, что мы хотим? Мы хотим это делать? Мы хотим это делать. Можем мы это делать? Да, мы находим возможности, а не то, почему у нас ничего не получится. Мне вообще кажется, что люди, которые говорят, у нас ничего не получится, а давайте все равно ничего хорошего не будет, а давайте не будем рисковать, а вдруг мы проиграем, ну, это люди, которые никогда в жизни не смогут ничего добиться, потому что они просто, они просто, они просто будут, никогда не будут покупать тот самый лотерейный билет, который им принесет счастье. А уж тем более политики. Политики должны всегда говорить, ребята, давайте попробуем. Но надо пробовать так, чтобы это было возможно, чтобы это было максимально безопасно, и чтобы это соответствовало желаниям людей, а не какой-то был абстракции. Абсолютно верно, Юля, ты говоришь. То есть все эти действия, которые сейчас предлагаются, на самом деле, что тут греха таить? Вот ты до этого перечислила много разных версий того, что может происходить на избирательном участке. И голосование, и порча, и вынос. Все это и возможно, и реально, и безопасно. Просто почему-то вот сейчас в интернете, в твиттере, идут какие-то бесконечные споры о том, что делать, как делать. И люди очень сильно почему-то злятся на тех, кто говорит другую версию возможных событий. Мне кажется, этот спор, который не имеет значения. Потому что в итоге мы, я вас уверяю, вот просто поверьте мне на слово, 1 марта всем будет очевидно, что какой-то там пару действий будут самые оптимальные. Они будут самые прикольные, они будут самые безопасные, они будут самые действенные в плане того, что их можно будет посчитать, и которые могут на что-то повлиять. Какие это действия? Я уже объяснял, почему мы не можем сейчас сказать. То есть никто не может это сказать, какие конкретно эти действия будут. Но эти действия обязательно будут. Поэтому настраивать сейчас кого-то на бездействие нельзя. Эти действия обязательно приведут вас к тому, что вы в очередной раз придете на участки, проголосуете и, возможно, понаблюдаете, что вряд ли. Эти действия заставят вас встать с дивана. Потому что, вот ты сейчас сказала такую версию, там, делать, что должно быть, что будет, а у меня есть другая версия. Я не это говорила. Я сказала, должен, можешь и хочешь. Должен, можешь и хочешь. А у меня есть другая версия, что у нас множество проблем, вот сейчас вообще в оппозиционной среде, общественно, даже политической, и общественной кампании, даже не столько политической. Лень и страх. Действительно, многие боятся, но еще больше людей ленятся. И вот свою лень прикрывают страхом. Они говорят, ну, я не пойду там решать какие-то районные проблемы, потому что, чего я пойду? У меня там, наверное, полиция задержит, протокол составит, я посижу. И желание посмотреть телевизор на мягком диване оправдывается страхом, что меня поймают полицейские, перепишут, меня поставят на учет. Ну, слушай, ну это же, в корне этого лежит и лень, и страх, и лежит некоторая безответственность. То есть ощущение того, что я не отвечаю за это. Что я отвечаю, вот если у тебя ребенок голодает, например, вот тебе лень, тебе страшно, ты полною пойдешь и как-то добудешь еды. А вот когда у тебя как бы что-то происходит в районе, в регионе, в стране, ты этого часто не делаешь. И это, к сожалению, такая большая экзистенциальная проблема нашей страны. Но мне кажется, что мы сейчас ее не решим. А давай мы с тобой перейдем к следующей теме. Давай. Тут просто нам хаос. Спасибо большое. Активный участник нашего стрима пишет опять встретиться, друг на друга посмотреть и разойтись. Что за цель? Надо факторами подтвердить ожидаемую фальсификацию. Ну, друг мой, друг мой хаос. Конечно, это прекрасная цель. Если мы сможем наблюдать на этих выборах, мы сможем подтвердить любые фальсификации, если нас не выгонят, если наши наблюдатели не выгонят с участка. Это раз. К этому надо стремиться, дорогой товарищ хаос. Конечно же, мы хотим, чтобы были наши наблюдатели. Хотим этого? Хотим. Мы можем подтвердить какие-то свои голоса испорченными бюллетенями. Есть такая версия. Можем? Можем. Но не все люди осмелятся достать фотоаппарат. Как бы вам это не казалось смешным, что как это можно бояться взять и сфотографировать свой бюллетень? Действительно, не каждый человек испортит его. Не каждый его сфотографирует испорченным. И потом еще куда-то выложит, пошлет его. Потому что, к сожалению, есть такие. И к выборам будут еще больше пугалок, что каждый бюллетень будет именной. И мы вас обязательно найдем по отпечаткам пальцев на этот бюллетень. Это все чушь, конечно, собачья. Но люди, вот эти посчитанные, посчитанные, испорченные бюллетени, будут гораздо меньше, чем те люди, которые придут делать что-то. И вот мы можем не посчитать вброшенные, но мы точно сможем посчитать людей, которые придут. Нет, мы можем... На самом деле люди интересуются картинками. Если они увидят очереди на избирательных участках в какое-то определенное время, то это уже будет доказательством массовой неподдержки. Это очень важно. Главное же, никак даже считают. Потому что вот есть такая известная поговорка «Не важно, как рассуют, важно, как считают». А сейчас у нас уже новая стадия. Не важно, как считают. Важно, какое впечатление у людей остается. Впечатление. Потому что доказательства, недоказательства, все это такая штука, прямо... Ну, никто уже никому ни во что не верит. Но вот такой вот образ впечатления, оно остается. Да, как даже... Не как восприятие, а как люди будут потом чувствовать все избиратели. Да, как будут чувствовать себя те, кто пришли в 5 часов, и как себя будут чувствовать люди, которые увидели это в интернете, эту картинку. И как будут себя чувствовать люди, которые могли бы прийти и не пришли. Вот это самое будет обидное для них. Коль, мне надо прощаться. Там уже пришел новый гость. Я очень рада тебя видеть. Дождись меня там. Мы будем прощаться через перебивку, или я так стою и ухожу? Нет, через перебивку. Но ты можешь сейчас попрощаться, и будет перебивка. Все, я был очень рад пообщаться с вами, дорогие зрители. Ставьте лайк этому видео. Обязательно распространяйте в соцсетях тех, кто смотрит в прямом эфире. Обязательно это делайте сейчас. Это поможет привлечь дальнейших зрителей. Думайте, смотрите, слушайте. Главное, не ругайтесь. Главное, чтобы эти споры не были руганью. Потому что ругань нам не нужна. А дебаты всегда хорошо. Всем пока. Юль, спасибо. Пока. Посиди пока. Еще чуть-чуть. Три секунды. Ждем перебивку. Вот можешь уходить. Спасибо большое Николаю. А сейчас я почитаю еще немножко комментарии. Вот мне очень нравится комментарий Андрея, который говорит, страх исчезнет, когда мы поймем, что нас охренеть как много. Вот понимаете, одному действовать в кабинке, одному действовать в этом большом избирательном участке сложнее. Когда ты приходишь и вас на избирательном участке много, ты все время ощущаешь это человеческое участие. И что ты живешь на этом территории, не один такой. А самое главное, что эта технология может объединить людей очень-очень разных взглядов. Ты можешь прийти в 5 часов и проголосовать за, предположим, будет Явлинский, знаешь, за Явлинского. Можешь прийти в 5 часов, если ты плачет чай, не знаю, выступаешь за Зюганова и проголосовать за Зюганова, главное не за Путина. Ты можешь прийти в 5 часов и просто забрать даже свой бюллетень, если тебе очень это хочется и кажется, что это технология самая важная. Эта идея, она как бы позволяет не ругаться, она позволяет как раз тому самому объединению оппозиции, о котором так все говорят, совершиться. Потому что каждый, не знаю, каждая оппозиционная сила, если она не готова там, не знаю, найти какую-то общую стратегию, что вполне возможно, найти общего кандидата, она может топить за свое. Но если она при этом еще дополнительную нагрузочку будет топить о том, что приходите, вот делайте вот то самое, что мы вам говорим, но вот в это время и в этот день, то все эти стратегии будут иметь кумулятивный, как говорят, ученый эффект, то есть они сложатся и будут силой. Вот плюс этой истории именно такой. Плюс, ну что сказать, вот надежда нам предлагает еще опознавательный знак. Ну, можно и с познавательным знаком, а можно и без. Знаете, пусть люди, которые придут в 5 часов проголосовать за Путина, тоже придут в 5 часов и голосуют за Путина. Это что? Ну как бы, это тоже, может быть, они за Путина, но за изменения. Бывают такие люди, которые хотят показать Путину, что он должен измениться, но они все еще в него верят, но они хотят ему показать, чтобы он изменился. Ну окей, давайте их тоже возьмем в свою орбиту. Это очень важно, чтобы это были разные люди, чтобы все приходили и мы все вместе делали общее действие, при том, что оно может быть разным. Это, вот там Иван Рогожев, кажется, наверное, так читается фамилия, говорит, что идея прийти в одно и то же время очень хороша, да. Вот, и я согласна с этим. А у нас тут новый гость пока. Как рояль в кустах. Это Марина Литвинович, Марина Литвинович, прозащитница, политик. И Марина, скажи всем привет. Здравствуйте всем. Да, мы с Мариной тут часто бываем в этой студии, надеюсь, еще чаще будем, Марина. Я начну с очень важного вопроса, значит, прям супер важного. Тут нам комментаторы задают, задают такой вопрос про розовый цвет. у меня правда куда-то пропал, но суть в чем, что розовый цвет для, розовый цвет, как символ протеста, это очень-очень круто. Что его же кто-то выбрал? Нет, ну вот, ты посмотри вот назад, ты видишь, ты на фоне розового цвета. А еще отвечают, что розовые, да еще и с единорогами, это детский сад какой-то. Вот я тебя как раз хотела спросить, вот у Екатерины Шульмана есть такая идея, что сейчас большой запрос на новую серьезность. И вот всякие вот эти развлечения типа единорогов, типа, не знаю, каких-то таких вот игровых практик на выборах, это несерьезность, отсутствие, например, единого кандидата, какого-то серьезного, настоящего кандидата. Насколько это вообще возможно, да? Насколько это не снижает вообще вот этот уровень вот этой серьезности нынешней ситуации, ситуация катастрофически серьезная. То, что происходит тут у нас, на нашем континенте, то, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, то, что происходит в Огнении Азербайджане. Мир как будто меняется, и какие-то розовые пони, единороги, кажутся, ну, как бы, чем-то очень несерьезным. Вот что ты по этому поводу думаешь? Да, спасибо. В твоем введении очень много интересных вопросов. Начну с конца. Да, безусловно, события, происходящие в мире, показывают нам, что он пришел в движение, что пересматриваются договоренности, достигнутые после Второй мировой войны, и в ее результате. И те противоречия, которые все это время копились, они сейчас выплескиваются. И, в общем, это ставит перед нами, это большой вызов, во-первых, для всех государств, для любой государственной власти, для обществ, потому что любые войны, любые конфликты в результате своем имеют потерю человеческой жизни. Понятно, что люди живут не для того, чтобы воевать и умирать, а люди живут для того, чтобы жить нормально, расти детей, реализовываться. Поэтому, да, мировые события перед нами ставят такой вопрос, что, может быть, все изменится еще к марту, и, может быть, эти выборы будут проходить в совершенно другой ситуации. А может, они вообще не будут проходить, как предложил Кадыров, но у него была другая идея. Но я очень сомневаюсь в этом. Да, но я имею в виду, что ситуация очень стремительно меняется. Опять же, ситуацию, которая сейчас происходит в Израиле и Палестине, никто же не ожидал. Не ожидал. Ну, кто-то новинка ожидал. Да, точно так же, как и многие говорили, что не ожидалась ситуация, которая случилась в феврале 2022 года. Вот, то есть, мой первый тезис, что, безусловно, ситуация может измениться, и может измениться и стратегия, и понимание задач. Вот. Второй момент, который бы я хотела сказать, оно, ну, это связано и с серьезностью тоже. Вот что. Я, как бы, приехала на стрим и смотрела небольшой кусок и увидела заголовок, да, заголовок, как помешать Путину. Я хочу тебе сказать, что я категорически не согласна, как бы, с поставленным вопросом. Во многом, конечно, я думаю, что это просто кликбейт, но... Конечно, я тебе открою, дорогие друзья, мы с немножечко... Да, но кликбейт это тоже несерьезность, а серьезность заключается в том, что вопрос надо ставить по-другому, и его и обсуждать сейчас. Вопрос касается того, как обществу не проиграть. Ну, как бы использовать все шансы возможные, я бы так сказала, да? А шансы на что? Понимаешь, опять же, общество очень российское, неоднородно. Да, какая-то есть часть людей, которая выступает, например, за специальную военную операцию, очень ее поддерживает и считает, что Путин не очень, как бы, недостаточно хорошо ведет. Да, есть люди, которые говорят, что не поддерживают специальную военную операцию, и таких людей там тоже какое-то количество. Да, но мы знаем хорошо, что основная часть российского общества это люди, скажем так, в крайней степени сейчас деполитизированные, то есть люди, которые не хотят ни в чем участвовать, которые, в общем, не интересуются политикой, не интересуются новостями, они действительно от всего устали, вот правильно говорила здесь об усталости, но эта усталость именно связана с деполитизацией, то есть с нежеланием участвовать во всем этом. Хотя, на самом деле, люди как бы не очень понимают, что любая власть вообще этого и добивается, чтобы люди, общество, да, просто не участвовало, потому что это идеальная ситуация, да, общество как бы уходит, говорит, ну, вы там сами что-то решайте, хотя действующим субъектом, историческим субъектом является общество, и это очень важно, и поэтому вот, да, общество как целое должно задавать себе вот эти все оставшиеся месяцы до выборов, задавать вопросы, в чем наш интерес, является ли нашим интересом, например, продолжение специальной военной операции, или является ли нашим интересом ее окончание, или является ли нашим интересом ее, там, кардинальное какое-то усиление, да, эти вопросы должны обсуждаться, потому что цену платит общество, экономическую цену, да, эта цена связана с многими вопросами, и общество просто должно, просто должно понимать, в чем состоит их интерес. И что, когда мы поймем, в чем состоит наш интерес, как это вообще связано с выборами, ну, потому что, вот, смотри, да, когда мы говорим нам, а кто такие нам, да, когда мы говорим, мы выдвигаем, значит, единого кандидата, а мы это кто, да, я вот немножко хотел бы именно на шаг назад отойти и понять более широкую картину российского общества и его интересов в нынешний момент, да, и это немножечко упрощает, как бы, усложняет и упрощает задачу, вот, потому что, мне кажется, обсуждать сейчас, вот, что именно делать на выборах, да, это уже вопрос, конечно, второй, но первый, самый важный вопрос, это понять, кто мы такие, кто мы такие в этой ситуации, да, кого мы представляем, кого мы хотим представлять, вот, какую часть людей, ну, кто-то скажет, я хочу представлять, вот, тех людей, которые выступают против спецоперации, а кто-то скажет, а я наоборот, мне интересно поднять, как бы, вот этих людей, которые считают, что они ни в чем не участвуют, что это все не нужно, я хочу вот с ними больше как бы работать и им рассказывать, что они и есть общество, то общество, которое и является действующим субъектом, и ради которого вот это государство и выстраивает, и вот это все, да, и власть, она как бы в ваших интересах должна работать, вот, это такой глобальный разговор, вот, потому что очень сложно говорить о политике, когда общество деполитизировано, и, конечно, первая задача, мне кажется, в любом случае общество нужно деполитизировать. Вот это, кстати, очень хорошая цель, да, вот нам спрашивают, а зачем, вот зачем, мы придем, там ничего не получится, мы ничего не добьемся, будет, вот это сама политизация общества в том контексте, который у нас создается, благодаря действиям самих властей, которые не вынуждены проводить эти выборы, это и есть наша цель, и здесь очень хороший вопрос ты подняла, а, собственно говоря, кого мы должны этой своей стратегии на выборах объединить, да, объединить ли мы должны только людей, которые против спецоперации, против войны, или мы должны объединить людей, которые, вот как бы, вот либеральных взглядов, да, вот как есть уже, есть разные, есть разные на этот счет мнения, да, есть люди, которые говорят, ну нет, ну а что мы будем объединяться с коммунистами, с ливаками, или мы будем объединяться там с националистами, или мы будем объединяться там не знаю с кем, и уж тем более мы не будем объединяться с теми, кто за спецоперацию, Или же мы будем все-таки пытаться вытянуть все общество в этот разговор. Все, даже те, кто за Путина, те, кто против Путина. И попытаться перетянуть тех, кто за, на те, кто против. И тех, кто против, и даже тех, кто за. Поголосовать, не по-настоящему проголосовать, потому что у нас не будет такого кандидата. А вот символически проголосовать, с помощью технологии приходить в один день за изменения. Просто за изменения, за смену курса. Для этого мы действительно должны понять, являются ли сами изменения целью, которую ставит перед собой общество. Может быть, общество нормально сейчас. Может быть, общество хорошо. Ну, тогда давай просто не будем ничего делать. Может быть, Путин их устраивает. Кого-то он устраивает. Кого-то устраивает. Вопрос в большей части общества, в значительной части общества. Устраивает ли их продолжение вот этой политики? Устраивает ли их Владимир Путин еще на один срок? Не считает ли люди, что что-то надо менять? Ну, конечно, наше, мы с тобой говорили уже, и наше предположение, что люди хотят изменений. Потому что в целом, безотносительно даже Владимира Путина, вот даже пусть это был бы другой человек, Примаков, допустим, неважно здесь, да. Есть объективные вещи. Во-первых, очень давно человек сидит у власти. Власть вообще портит людей, любого человека. Тебя она бы испортила бы, и меня бы она испортила, и Владимира Путина она бы испортила. Да и вообще надо как-то убирать, чтобы у одного человека было столько власти. Объективно, конечно, это первый важный момент довольно объективный. Второй объективный момент – это возраст. Да, потому что люди все-таки хотят новых людей, каких-то новых лиц, новые предложения. И, в общем-то, этот запрос может и сформироваться, потому что усталость от текущих политиков есть. И поэтому, почему я и говорю, этот разговор очень важен, что на самом деле люди хотят. Потому что вот в нынешней ситуации очень малая часть, мне кажется, сейчас выигрыши. То есть я вижу, что только очень малая часть получают какие-то бенефиты, самые разные, закавычим это понятие, да. Может быть, экономические, и их получают очень малая часть. Ну, как-то чиновники и верхушка чиновников, верхушка силовиков. Да, верхушки, чиновники, верхушка без коррумпированного бизнеса. Работающие на оборонку, на часть оборонки, да, не всю, потому что другая часть оборонки, насколько я знаю, в общем, не выигрыши. Выигрыши оказались те, кто, вот, видимо, участвует в спецоперации и заключил контракт. Нет, ну почему это? А в каком у них выигрыши? Слушай, они их убьют или... Ты видел, сколько сейчас процентов людей без ног пришло? 80% инвалидности, кто пронил, без рук, без ног. Ну, это потому что современное оружие, оно так работает, понятное дело. Ну и какой у них выигрыш, извини, пожалуйста, это безысходность. У меня есть концепт. Ну, хорошо, можно считать, что это безысходность. У меня есть как бы представление, что Путин предложил такой новый контракт для людей, которые очень мало имеют маленькую зарплату. Отдай мужа и заплоди ипотеку. Вот этот контракт называется, да? Он сделал предложение, да, которое люди, посчитав, прикинув, сочли, что это хорошее предложение. Да, это рискованное предложение. Да, ты рискуешь не вернуться. Но если ты даже не вернулся, как бы вероятность этого есть, но твоя семья получит там в сумме 7 миллионов выплат. Понимаешь? Люди находятся все закабаленные в совершеннейшем... Вот надо как бы нам с помощью вот этой вот выборов, да, хотя бы немножечко из этой кабалы продвинуть. Хотя бы показать им идею, что кроме Путина есть еще что-то. Ну, понимаешь, как бы здесь люди же всегда мыслят в своем интересе. В чем их интерес? Вот он им предложил. Это, конечно, ну, как по мне, это какое-то чудовищное предложение, да? То есть ты идешь, значит, на специальную военную операцию, да, можешь погибнуть. Но это выбор людей. Они его сделали. И они, честно говоря, как бы вот выигрыши условно. Как это все связано с выборами? Зафиг же мысль, потому что нас там уже ждет гость еще один. Да, извини, пожалуйста. Значит, я просто хочу сказать, что в любом случае очень важен разговор о том, как общество не проиграть. И вот этот разговор, считаю, важнее всего. Что касается дня голосования, то понятно, если уже как бы мы совсем смотрим туда, то мое как бы мнение такое, что, безусловно, скорее всего, никакого единого кандидата не получится выдвинуть его, вернее, не зарегистрируют. И это понятно. И, естественно, любая активизация общества я поддерживаю. То есть я считаю, что любая гражданская активность, будь то участие в выборах в качестве избирателя или наблюдение за выборами, это то, что мы должны всегда приветствовать. Даже если эти выборы нечестные, даже если это какая-то не выборы, а какая-то странная процедура электоральная. Но как эту процедуру нам использовать наиболее эффективно? Конечно, в целях этого разговора, конечно, призывать к участию, безусловно, потому что ты можешь себя почувствовать актором, действующим лицом, только тогда, как ты действуешь. Если тебе не предлагается бойкот, что бойкот предлагает, что ты ничего не делаешь, да? Нет, ну, можно такой действенный бойкот. Это пойти забрать бюллетень, расписаться в книге и не получать бюллетень. Это уже не совсем бойкот, ты все-таки уже приходишь и каким-то образом ты участвуешь уже, да? То есть, конечно, призывать участвовать, идти на выборах. Хорошая, отличная идея идти в один час так, чтобы люди видели своих соседей, могли поговорить, поздороваться, подмигнуть, да? Это важно, я считаю, что это отличная идея, и если удастся об этом как-то совместно всем договориться, я очень поддерживаю. И, безусловно, тут уже дальше, как человек действует, голосует ли за любого иного, или голосует, или забирает бюллетень, или портит его, это уже вторично, мне кажется, да? Самое важное, я вижу, в том, чтобы обязательно участвовать. И, конечно, хорошая, красивая идея про голосование, приходить на голосование в один день, в один час, что называется. Да, это отличная идея, мы сейчас подключаем пока Дашу. Нас ждет Даша Хейкинин из Петербурга, она сейчас в Петербурге, вот. Вот, дальше, привет, и сейчас я пока критику только прочитаю, очень важную, потому что мне тут Кирилл Леонов пишет, я, кстати, знаю, он мне тоже пишет еще в Фейсбук, кажется, это Кирилл Леонов, что у госпожи Галямина единственная цель – это свержение действующей власти. А дальше, что называется, трава не расти, дорогой Кирилл Леонов, моя цель совершенно другая, моя цель, чтобы Россия была счастливой, человечной страной, в которой людям, большинству людей, и желательно каждого человека, было хорошо жить. И, к сожалению, Владимир Путин в данном случае делает так, что очень многие люди живут несчастно, люди теряют своих близких, теряют своих родных, люди теряют, как бы, свободу, люди теряют экономический достаток. Ну, в общем, ничего хорошего, к сожалению, не происходит, поэтому проблема заключает в том, что цели у нас с вами, граждане, и у вас, Кирилла, наверняка, вы тоже хотите жить счастливо. И у Владимира Путина очень разные, поэтому хочется, чтобы мы с вами жили хорошо, а не то, чтобы хоть трава не расти, хоть что происходило, но главное, чтобы Путин был в власти. Вот эта логика мне очень нравится. Даша, привет! Ты нас видишь, хотя бы слышишь, если не видишь. Я как-то вижу, но слышу замечательно. Даша, вот Даша у нас самый молодой участник сегодняшнего стрима, и это очень здорово, и поэтому очень хочется спросить Дашу, а как вот она наблюдает среди молодежи, какое сейчас настроение относительно ближайших президентских выборов? На самом деле это очень интересно, как на это всё реагирует молодёжь, потому что после 24 февраля 2023 года, мне кажется, среди молодёжи, которая как-то более-менее наблюдала за событиями, которые разворачивались, после этого произошло какое-то изменение в эмоциональном плане, то есть после этого нагрянула такая апатия более депрессивная и уныние, не хотелось ничего делать, было такое ощущение, как будто бы ничего сделать уже невозможно. Но прошло полтора года, и эта эмоция сменилась немножко другой, более сильной, и той эмоции, которая побуждает что-то делать, какие-то предпринимать действия. И уже вот так вот, как мне кажется, вот по моим внутренним каким-то ощущениям, по моим наблюдениям, уже молодёжь хочет что-то делать. Вот уже дайте хотя бы какую-то возможность куда-то прийти, куда-то опустить в урну бюллетень, что угодно, только хотя бы уже вот что-то. И поэтому мне кажется, что выборы 2024 — это очень важно, и очень важно в них обязательно призывать. О, что-то у нас случилось с Дашей и вообще со стримом, и что происходит, не очень понятно. Да, простите, какая-то техническая накладка, у нас сегодня целый день какие-то технические накладки. Мне очень жаль, но надеюсь, что Даша сейчас к нам вернётся. Она очень важную тему поднимала относительно того, что молодёжь уже сейчас призывает к участию. Я пока, Даша возвращается к нам, я скажу одну вещь, прочитаю ваши комментарии. Андрей пишет, что диалог начался, и он теперь точно не затухнет до выборов, и это обалденно. Вот, Андрей, мне очень нравятся ваши эмоции, я её очень разделяю. Мне дико нравится, когда люди начинают во чём-то увлекаться и участвовать, и это создаёт надежду. Потому что именно много людей, которые хотят чего-то изменить, которые хотят хотя бы поговорить об этом. Это уже очень хорошо, это уже не то, что когда просто такая апатия, мы все сидим на стульях, рыдаем и говорим, ничего сделать нельзя. На самом деле всегда есть чего сделать, депута не находился. Очень многие люди, которые сейчас, например, находятся в тюрьме, они нам показывают, что даже там можно что-то делать. Люди, которые находятся в очень тяжёлых положении, и в истории таких людей очень много, они тоже нам показывали, что можно делать. А мы уже находимся с вами на свободе, мы находимся в своей стране, и мы можем что-то делать, это очень важно. Кстати, к вопросу о том тех, кто находится не в своей стране. Наша вот эта идея про приходить в один день, она, кажется, не подходит для людей, которые находятся не в России. Но мне кажется, она им подходит, потому что будет дистанционное голосование, которое все ругают. Конечно, я его тоже ругаю, потому что это манипулятивная штука, и там всё время всё накручивают. Но если у вас не будет другого варианта, кроме как голосовать по дегу, то можно проголосовать в одно и то же время всем в этом деге, например, по московскому времени в одно и то же время. И вы таким образом сделаете вот такой пик на этом графике, и этот пик на графике, он покажет, на самом деле будет такая красивая тоже картинка относительно протестного голосования. Пишите свои комментарии, что-то их стало меньше, очень хочется их увидеть. Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, потому что наш канал ещё пригодится нам для раскрутки этой идеи, для раскрутки нашего участия, для разговора. Потому что на нашем канале мы говорим со всеми, мы говорим не только с людьми, которые там имеют определённые взгляды, мы разговариваем с людьми с очень разными взглядами, потому что мы все россияне, мы все должны уметь с друг другом разговаривать. И мне очень хочется, чтобы люди, которые имеют отличные от меня взгляды, писали в чате, чтобы люди эти говорили, вот как нам написал Кирилл Леонов, вот он считает, что у него такие взгляды. А я тоже считаю, что с ним надо тоже разговаривать, надо разговаривать со всеми. Вот нам тут пишут, обязательно надо участвовать, как минимум проголосовать, как максимум пойти наблюдателями. И сейчас идёт набор ПРГ, надо пробовать в Москве, не только в Москве, в Великом Новгороде, насколько я тоже знаю, в других местах. Поэтому обязательно записывайтесь, кто может. Я не могу, я иностранный агент, к сожалению, и поэтому я не могу записываться в члены избирательной комиссии. Но все остальные, все, кто не иностранные агенты, я подозреваю, что большинство тех, кто смотрит нас, это не иностранные агенты. Я надеюсь, что вы сможете стать участниками избирательных комиссий, членами избирательной комиссии. Мне очень жаль, что сегодня не пришёл к нам Максим Резник, который заболел. Давайте все передадим ему сердечки и пожелаем ему хорошего здоровья обязательно. Я надеюсь, он придёт на следующий стрим. И тут Елена пишет, что Галямина политик, а цель политика получения власти демократическим путём. Цель узурпатора не демократическим путём. Лен, это большой-большой разговор. А что такое вообще политика, что такое политики и цель какая у политики? Вы знаете, цель в политике, она следующая. Есть два таких определения политики. Одна – это борьба за власть, а друг – это придумал Макеавелли, об этом писал Карл Шмидт, об этом писал Вебер. Разными словами, например, по одной и той же. А есть другая понимание политики. Политики как обустройство, наилучшего обустройства мира вокруг себя, справедливого обустройства. И Аристотель, посмотрите, когда давно, сколько тысяч лет назад, Аристотель писал о том, что цель политики, что политика – это наивысшая форма человеческой деятельности, направленная на продвижение в мире справедливости. Не обязательно справедливости, можно других каких-то ценностей, но именно в этом есть цель политиков. Я, например, не могу получить сейчас никакой власти. Вы поймите, я иностранный агент, я уголовник и прочее. Но я не перестаю заниматься политикой, потому что для меня власть – это не самоцель. Власть – это просто инструмент, который хорошо бы на какое-то время иметь, чтобы продвигать свои идеи. Но можно и не иметь для того, чтобы продвигать свои идеи. И идея об лучшем обустройстве мира. И поэтому, собственно говоря, мне тут Денис спрашивает, нет, не Денис, у меня спрашивает, Ольга, Юля, вам большое уважение, неужели вы сама никогда-никогда не унываете? Я пытаюсь объяснить вам, смотрите, попытаюсь объяснить. Конечно, я унываю, я живой человек, я же не просто деревашка какая-то. Вот, но у меня бывает плохое настроение, я могу с кем-то поссориться, у меня не будет энергии. Но у меня есть вот эта вот формула – можешь, хочешь и должен. Стойки придумали, мы же почему-то тоже греки древние, а потом римляне. И когда ты делаешь то, что ты можешь, хочешь и должен, ты чаще всего бываешь счастливым, потому что в твоей жизни появляется смысл настоящий, не какой-то иллюзорный, настоящий смысл. А только человек, который имеет смысл, как говорил Виктор Франкл, имеет возможность быть счастливым. Хаоскипер спрашивает, что такое ПРГ. Да, спасибо большое, это важный вопрос. Это член избирательной комиссии с правом решающего голоса. Это важный инструмент для наблюдения. Очень важно, чтобы хоть кто-то смог стать членами таких избирательных комиссий. Конечно, это все будет блокироваться, но если вам удастся честному человеку, независимому человеку стать членом избирательной комиссии с правом решающего голоса, вы сможете стать очень важным элементом во всей этой конструкции, которая связана с наблюдением, с подтверждением фальсификации, с подтверждением того, что выборы будут нечестными. Конечно, есть места, где выборы честные. Катя Екатерина Грунцова показала, что им в своем городе далось добиться другой политической культуры. Но в целом, конечно, это так. У нас очень много фальсификаций на выборах. Значит, дальше тут еще очень много, очень-очень много вопросов. И сейчас мы... О, Даша вернулась. Ура, Даша, я рада тебя видеть. А я тут уже, как это, театр одного актера у меня продолжался. Даша, мы поняли про молодежь. А вот у меня другой вопрос к тебе. Даша, скажи, пожалуйста, а вот какие могут быть инструменты для того, чтобы какую-то позицию донести, диалог какой-то, объяснить людям, как действовать на своих избирательных участках 17 марта? Инструментов, на самом деле, очень много. И зависит это от категории людей, до которых мы хотим донести эту позицию. То есть, мне кажется, максимально правильными действиями призывать лидеров мнений не оппозиционных, то есть не политиков, людей, которые не имеют к этому никакого отношения, типа там Пугачевой, Галкина, Шевчука, кого угодно вообще абсолютно. Просто людей у Милохина, у которых есть какой-то доступ к аудиториям, к которым мы доступ не имеем. Даже если эта аудитория не особо изначально оппозиционная, мне кажется, что вот как вариант этот инструмент имеет смысл использовать обязательно. И, естественно, это всё то, что доступно сейчас оппозиции, это YouTube. Это сегодня в Твиттере прочитала очень классную идею про новогодний огонёк, в котором будут принимать участие те же там Галкин, Пугачёва и все, до кого можно дотянуться. То есть такой оппозиционный огонёк новогодний. Вот это тоже классный инструмент, им тоже можно пользоваться. Вообще всё, чем можно воспользоваться, всем обязательно надо пользоваться в данной ситуации, потому что нечасто у нас появляются в России такие события, на которых можно хотя бы на что-то повлиять, где шанс больше, чем в любой другой день на что-то повлиять. Да, вот интересно. Эти инструменты должны быть только медийные и только через YouTube? Или всё-таки это должны быть какие-то действия внутри каких-то физического мира, так скажем? Потому что вот ты находишься в России, я нахожусь в России. Все, кто принимал сегодня участие в этом стриме, они все находятся в России. И это как бы большое преимущество наше. Многие люди, к сожалению, к большому не могут себе этого позволить оставаться в России. Многие уехали по разным другим причинам. Но мы, находясь в России, что мы можем сделать именно благодаря этому преимуществу? Ещё одно преимущество выборов как раз заключается в том, что физическая агитация становится гораздо более безопасной. Всё равно, конечно, стоит ожидать каких-то подвохов, подстав и всего остального. Но, тем не менее, физическая агитация — это тоже очень здорово. Это инструмент, который нам, оставшийся в России, доступен. И если у нас получится его реализовать, тоже будет замечательно. Есть ещё такая возможность сейчас в Москве, например, записаться в члены избиркома и попытаться сделать что-то там. Это тоже именно физическая возможность на что-то повлиять, с кем-то поговорить и вообще, в принципе, повлиять на честность результатов выборов. Хотя кажется, что это не особо вообще возможно на момент. Но, тем не менее, такая возможность есть. И, конечно, короче, если есть возможность физически агитировать именно ногами, так как агитировалась в более-менее травоядные времена, это возможность тоже обязательно нужно пользоваться. Поэтому, если такой план будет разработан, я, например, лично обязательно подключусь. А скажи, как ты думаешь, достаточно много людей захотят, например, пойти поговорить со своими соседями? Сказать, ну вот, смотрите, есть такая история, вот вы можете сделать так и так. Или поклеить листовку у себя в подъезде, или, там, не знаю, позвонить своим родственникам по телефону. Как ты думаешь, насколько много людей мог к этому подключиться? Очень сложно оценить, но с учётом того, что есть люди, которые готовы вне контекста президентских выборов расклеивать какие-то антивоенные листовки или ещё чего-то, делать такие вещи, за которые есть большая вероятность сесть на 10 лет, это очень опасные вещи. Если такие люди есть даже сейчас, я уверена, что найдётся какое-то значимое количество людей, которые будут готовы это делать в относительно безопасном промежутке времени. Даша, а ещё вот у меня последний вопрос к тебе. Вот эта идея, ну, сейчас очень много разных идей. Единый кандидат, там, не знаю, портить бюллетени, голосовать за любого, кроме Путина, уносить бюллетени, кидать бюллетени в прохожих. Вот, и есть идея, которая может это всё объединить. То есть идея всё это сделать в одно время, в один день. Как тебе вот идея делать что-то в одно время, в один день? Как ты её оцениваешь? Очень крутая идея. Мне кажется, здесь очень много плюсов. Вот, и я знаю, что впервые предложил Максим Львович. Здоровье ему сейчас обязательно пусть поправляется. Вот, мне кажется, это классная идея. Вот полдень против Путина или любое другое время против Путина. Это замечательная возможность в первую очередь показать людям, что они такие не одни. Познакомиться с теми, кто придерживается таких же взглядов. Сформировать какие-то локальные комьюнити. Это всё тоже очень важно. И это такой побочный эффект любых политических мероприятий. И мне кажется, это очень здорово. Поэтому обязательно надо что-то такое делать. Здорово. Спасибо большое, Даш. Мы будем продолжать общаться. Надеюсь, что это не первый и не последний стрим в нашей жизни. И надеюсь, что мы все останемся в России и будем действовать. Ну, в любом случае, всем здоровья и всем свободы. Спасибо. Спасибо большое. Да, мы сейчас заканчивать будем уже наш стрим. Я отвечу ещё на несколько вопросов, которые остались. Вот тут Денис спрашивает, популизм или идеология? Действовать в первую очередь правильно или эффективно? Нужно ли бороться правильно и с честью? Или допустимы хитрость и подрость во имя благой цели? Слушайте, ну, как бы мне кажется, такая дилемма популизм или идеология не соответствует тому, что было сказано после в этом вопросе. Поэтому я сначала про него поговорю, а потом про вторую часть вопроса. Популизм или идеология, мне кажется, ложной дилеммой. Дело в том, что как бы не всякое действие идеологичное, но и не всякое действие популистично. У нас мы можем действовать, исходя из каких-то ценностей, которые не обязательно называть идеологией. Потому что, ну, вот у нас, например, и в то же время мы можем действовать одновременно не из тех ценностей, которые можно назвать популизмом. То есть мы можем исходить из ценностей какого-то общего блага. Потому что общее благо – это не популизм и не идеология. Это некоторое то, что находится сверху, выше и популизма и идеологии. То есть то, что большинству людей, что как бы в целом людям лучше. И мы понимаем, что подавляющим большинству людей, в целом людям лучше жить мирной жизнью. Лучше жить жизнью, где у них есть возможности развития, где у них есть возможности здоровой жизни, где есть здоровая жизнь для их родителей, где есть человечные отношения в обществе, где детям дается хорошее, качественное образование, а не какая-то идеологическая жвачка вместо этого. И это, мне кажется, такие общие вещи, которые всех нас объединяют. Несмотря на то, какую мы там позицию проявляем относительно Путина, относительно там, не знаю, налогов каких-нибудь, даже относительно СВО. Вот, и поэтому мы должны искать какое-то вот это наше, то, что, как вот Марина сказала, то, что нас всех может объединить, наш вот этот разговор. А выборы в марте выбора, да, это способ ведения этого разговора, и способ вовлечения людей в этот разговор, и способ показать, что людей, которые хотят лучшей жизни, которые хотят перемен, хотят изменений, хотят не того срешака, который нам в последнее время устроили, их достаточно много в нашей стране. И, пожалуйста, мы продолжаем принимать вопросы на канале, будем отвечать на них по мере возможности. Мы, пожалуйста, подписывайтесь на канал, делитесь этой ссылкой, если вас зацепила эта идея. Можно послать, например, своим родственникам, которые еще его не смотрели. Мы обязательно шорты нарежем, можете более короткие форматы посылать своим родным, если это будет им интересно. Вот, и вот еще поотвечу дальше на вопросы Дениса, что надо действовать как. Очень правильный вопрос. Надо ли действовать в соответствии со своими ценностями или эффективно? Вот, иначе вопрос Дениса, который я уже зачитывала. Мне кажется, отвечу так, что надо действовать в соответствии со своими ценностями наиболее эффективно. Совмещать. Опять же, тут немножечко ложная дилемма. Не обязательно эффективно это неправильно. Не обязательно как бы этично это неэффективно. Более того, история показывает, что в стратегическом плане наиболее этичные действия являются наиболее эффективными. Именно поэтому наше человечество развивается. Именно поэтому развивается мораль. И несмотря на все те ужасы, которые мы сейчас видим во всем мире, я абсолютно уверена, что это кризис, который случился, который, к сожалению, нельзя бы сказать, что он необходим. Это было бы очень цинично. Но он, по крайней мере, случился. И так, что мы можем, как человечество, вынести из него какие-то уроки, использовать его для улучшения себя, для улучшения своей жизни, мироустройства, с тем, чтобы жить лучше, с тем, чтобы наша планета, наша страна стала местом, где было бы лучше жить большему количеству людей. И то же самое эти выборы, которые нельзя считать честными выборами, а скорее можно считать каким-то несколько театральным действием, его все равно можно использовать для того, чтобы двигаться в нужном направлении, двигаться и эффективнее, и в соответствии со своими ценностями. То есть в соответствии с ценностями гражданского участия, и эффективно это гражданское участие, и организовывая, придя на участок в одно и то же время, 17 марта 2024 года. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь, пишите, продолжайте писать комментарии. И спасибо вам большое, что вы сегодня были с нами. У нас была сегодня чудесная команда, компания. Все были из России, из Москвы, из Ржева, из Питера, из Воронежа. И, конечно, Максиму Резнику много-много здоровья. Всем спасибо, до свидания.